В Институте лесу Национальной Академии Наук Беларуси у першиню расшифровали геном Жука Караеда. Это позволит прогнозовать дальнейшие поводины этого шкодника и выпрацовать меры бороться без им. Институт наведали наши корреспонденты. У пытания генетичных доследований у Институт лесу сярод лидеров пришим не только в Беларуси. Многие открытия имеют сусветное значение. Расшифровки генома Караеда, который принес столько проблем лесной господарцы, это тычется так само. Причем выники удивили навыц самих навыковцев. Высветлилося, что сейчас это уже не той добровядомы специалистам жук, якого выявляли на соснах ранней. Размова идея об гибриде с дольным приносить значную шкоду при любых климатичных умовах. Проведенный анализ показал, что существующие особи, они в большинстве случаев являются гибридными. То есть представляют смесь каких-то разных генетических линий. То есть происходит какая-то гибридизация, скрещивание разных форм жуков, и что, скорее всего, может обуславливать вспышку. Но эти исследования еще пока находятся в самом начале и требуют дальнейшего уточнения. Еще один вектор доследований, связанный с будовництвом на Гомельшине завода белиной целлюлозы. Вученые плануют вывести древы с оптимальной дужиной волокна, что становчим чином адабьется на якости продукции. А про шатаго у ближайших планах Института лесу вырушивание нового для Беларуси виду грибов – аурикулярии. С грибами тут увогуль связывают великие планы, причем на международном узровне. Гомельшане подписали договор об супрацовнестве с китайскими коллегами. З Института грибов Цзелинского аграрного университета. Мы хотим обмениваться семи работами для того, чтобы потом заключить настоящий контракт, потому что без договора в научно-техническом сотрудничестве сложно выходить на этот рынок. Предварительно должен быть договор. А так у нас, конечно, будет и обмен технологиями, обмен штаммами грибов. Это очень важно, потому что в Китае тоже развито грибоводство. Я думаю, это пойдет на пользу нам обоим.